Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами снова Лев. Очередное видео по теме криптовалюты и биткоина. Достаточно горячая, достаточно актуальная, трендовая такая тема, поэтому, как и сказал, как и обещал, будет выходить на моем канале видео по этой теме. Хочу поделиться еще такой вещью. Вот этот год, 2017, фактически для меня, вот с темой криптовалют, это был потерянный год. Почему? Потому что в начале года я продал биткоины имеющиеся, ну, в силу того, что решил зафиксировать прибыль, думал, что, ну, куда там больше тысячи, то может вырасти пузырь же, как все говорят, пирамида, все признаки финансовой пирамиды. А он взял до 11 тысяч дорос. Ну вот, и на тот момент, когда я первый раз его покупал, то есть я это сделал после того, как пообщался с одним интересным человеком, кстати, претром. И вот удивительно, но все, что он сказал, значит, на этой встрече, вот все полностью оказалось чистейшей правдой и реализовалось. В тот момент я как раз начинал работать в проекте сетевом АПЛ, ну, баночки, скляночки, парфюм там и так далее. И вот его слова были об этом, то, что если хочешь денег, надо идти туда, где крутятся люди с деньгами, это инвестиции в любом случае. Там, где крутятся вот эти баночки, скляночки, там особо у людей денег нет. Чистая правда. Второй момент, то, что все-таки имеет смысл работать в тех проектах, которые на данный момент у всех на устах. Ну, посмотрите СМИ, новости. Ну, все, хоть где-то что-то, ну, не каждый день может быть, да, там, но даже по центральной СМИ уже про биткоин говорят, то есть на ОРТ уже репортажи выходят. Тема трендовая. Дальше, уже по своему опыту, да, вот, то есть я огромное количество ресурсов своих задействовал, то есть сайты, группы, чтобы вот это по парфюму эту тему двигать. Но мне практически никто не писал. Неинтересно людям. Ни бизнес в этой сфере неинтересно, ничего. Здесь я по теме криптовалют, то есть фактически сейчас я ничего такого прямо такого не делаю, да, чтобы как-то народ ко мне обращался, но мне пишут каждый день. Я провожу по одной, по две встречи. То есть люди прямо жадно эту информацию воспринимают, впитывают, потому что очень интересно. Большие возможности, все видят. У многих рвет пукан, как это говорится, да, от такого роста биткоина. Ну и завершая видео, просто хочу немножко, ну как, может, в виде информации. Вот биткоин, он первый, да, это первая криптовалюта. Все остальные это уже позже, то есть вторые, третьи и так далее. И вот если кто знаком, не знаком с биржами, где криптовалютами торгуют, там интересно. То есть ты заводишь туда биткоины, а уже на биткоины меняешь как бы все остальные криптовалюты и выводишь ты с этой биржи тоже в биткоинах. То есть это основная валюта, основная криптовалюта. И это как бы столб, фундамент всех остальных криптовалют, то есть все торги. То есть это доллар, мир и криптовалют. Поэтому на него, конечно же, имеет смысл обращать в первую очередь внимание, это стратегическое инвестирование. А вся торговля, все вот эти вот спекуляции, они уже другими криптовалютами. Ну, шутка ли, 50% за день недавно, кофериум классик подрос, уложил 1000, через день 1500 снял. Ну, как бы нормально, нормально. Ну, а мог снять и 500, например. Это высокорисковая сфера, то есть это надо отдавать себе отчет. Торговать или лезть только своими деньгами. То есть заемными я не сторонник этого. Никогда такое, никому не порекомендую брать кредиты и влазить. То есть это, наверное, только нечистые на руку, может быть, какие-то дилинговые центры там или еще кто-то, какие-нибудь консалтинговые центры в городах. Я знаю, делаю так, то есть кучу-кучу информации человеку на уши, значит, навесили, а потом, ну, узнаешь, что у него денег нет, ну, предлагают взять кредит. Смотри, выгодно же, выгодно. Никогда так не делайте. То есть только на свои, только на то, что реально принадлежит вам и только то, что вы готовы потерять. То есть сфера инвестиций – это высокорисковая сфера в любом случае. То есть это нужно понимать. Ну вот, в принципе, на этом все. Спасибо, что уделили время просмотру. Ставьте лайки, комментируйте, задавайте ваши вопросы. Подписывайтесь на канал. С вами был Лев. Всего доброго.